Всем привет! Добро пожаловать на урок 15 школы Roblox 2020. На этом уроке мы продолжаем изучать команды Teams. Я думал, что я все рассказал. Нет. Дотошные зрители попросили рассказать более подробно. И очень удачно один из зрителей получил вот такую ошибку, которую вы видите сейчас на экране. Дело в том, что он, возможно, не очень внимательно слушал и перематывал мое видео. Ну, кто же будет его ругать? Я тоже так часто делаю. И он в списке команд, вот смотрите, у меня Teams добавлены, он оставил рядом с одной командой или с несколькими вот такую галку. Автоматическое подключение в команду. Так что, когда игрок заходит в игру, его автоматически бросают в эту команду или в любую другую команду, где такая галочка стоит. Как от этой ошибки избавиться? Ну, конечно, можно убрать галочку. Но, если вы, например, делаете какой-то интересный модуль и хотите его распространять через Toolbox и заработать на этом деньги, то вам нужно предусмотреть защиту от дурака. Это такое понятие есть у программистов, что нужно проверять, чтобы не делал пользователь, нужно сделать так, чтобы ваш модуль работал и ваша программа, ваш скрипт всегда работал и не выдавал таких ошибок. Что пусть лучше он выдаст текстом, что дорогой товарищ, измени, вот там-то, там-то ты ошибку сделал. Вот так. Давайте сделаем программно. Программно исправим эту ошибку. Галочку я сейчас оставлю. Вы видите, что ошибка. Давайте пойдем в наш скрипт. Кстати, посмотрите на игровое поле. Все осталось как прежде. Я просто немножко растащил по сторонам те же самые предметы. Вот единственное, вот этот спавн зеленый появился. Но к нему мы еще вернемся. Давайте идем в наш Team Manager. И вот появилась такая, такие три строчки для исправления. У меня есть отдельный урок про циклы, циклы for. Чем отличаются циклы for обычный и от циклов for ин? Пожалуйста, посмотрите. В этом плейлисте Roblox 2020 этот очень подробный урок присутствует. Поэтому я вам только словами скажу. Как раз то, что мы не изучили последнее. То, что мы не изучили в командах. Итак, я получаю ссылку на службу команды. Вам это, наверное, знакомо. И потом вызываю единственную функцию. Больше ничего команды нам не дают. Там единственная функция, которую мы не прошли. Она возвращает таблицу со списком команд. Просто там через запятую перечислены. Вот эти вот ребята. Как будто мы у папки Teams через двоеточие, через функцию getChildren получили список вот этих вот команд. Ну хорошо. Так. Команды мы получили. Цикл позволяет перебирать эти команды одну за другой. Если вы смотрели урок, вы все это понимаете. Я не объясняю. Итак, в переменной Team у меня будет ссылка на текущую команду. В текущей команде давайте посмотрим, в команде какие вообще свойства есть. Вот выбрал команду желтых. И, например, вот у меня внизу в Explorer. Это я просто окошко так перетащил сюда свойств properties. Понятно, да? Чтобы места много на экране не занимало. Так, вот нас интересует только вот это вот свойство. Мы должны убрать галку, если нерадивый какой-то зритель, или невнимательный, лучше сказать, не оставил здесь галку. Мы должны эту галку убрать. Что мы делаем? Мы перебираем все команды с помощью цикла и галку убираем, занося в это поле false. Давайте теперь запустим и посмотрим, появилась та ошибка или нет. Если нет, то идем дальше. И вообще будем работать над ошибками сегодня. Тоже благодаря внимательным зрителям столько всего интересного обнаружилось в моем уроке. Так, ошибок нет, все отлично. Так, давайте опять идем к нашему скрипту. Тут я написал себе памятку про players. Во, давайте продолжим еще про Teams. Со службой Teams мы разобрались. Но вы знаете, что кроме Teams есть интересная функция, единственная, которую мы тоже не разобрали. Уже внутри самой команды, одной. Значит, не Teams, а Team. Давайте мы ее попробуем. Давайте напечатаем список команд, во-первых. Можно здесь просто написать print. Print Team. Ну, у команды есть name, имя. Можно вот так, правильно, наверное, будет делать. Вот так. И можно также сделать, напечатать все остальные свойства нашей команды. Давайте запускаем. Просто будет сейчас перечислено, да, вот все наши команды перечислены. Красный, зеленый, желтый, черный из зомбаки. Нейтральных у нас нет. Сегодня мы узнаем, как становиться нейтральными. Если у нас в списке команд нет этих нейтральных. Это как раз тоже свойства команд. Так, давайте я уберу, закомментирую. Нам это не нужно. А что же нам интересно? Давайте узнаем функцию, которая называется GetPlayers. Вот здесь функция команда GetTeams. Получить список команд в таблицу. А у каждой команды Team есть еще функция получить игроков. Но дело в том, что скрипт запустится, вот этот серверный скрипт, до того, как любой игрок зайдет в нашу игру. И поэтому, чтобы я сюда не вставлял, я ничего интересного не увижу. Поэтому давайте вставим в другое место. Вот, например, здесь. Вот эта функция, если вы помните из прошлого урока, она срабатывает, когда кто-то заходит в команду. Давайте тогда, тогда мы вот так сделаем. Мы будем печатать людей, которые находятся в этой команде. Так, я как удачно копипастой скопировал вот этот цикл for. Так, мы здесь делаем только не команду, а, например, напишем player. А, слово player у нас уже есть, вот здесь использовано. Так что мы переменную назовем player. Так, и давайте мы не из команд получим, а из player team. Вот у нас есть уже команда, точно она есть. Ошибок здесь никаких не возникает. И теперь у нашей команды мы воспользуемся единственной функцией. Других у нее нет. Get players. Возможно, на следующем уроке, если вы мне поможете, конечно, в комментариях, я хочу сделать автобалансировку для нашей игры. И она не может быть скопирована с сайта Roblox. Дело в том, что у нас есть и зомби, и игроки. Будем с вами думать. Так, итак, с помощью функции get players я из любой команды могу ее участников получить. И давайте их напечатаем. Только здесь PLR и его имя. И напечатаем вот так. Член команды. Член команды. И давайте здесь напечатаем. Team. Точнее, так, так, так. Player Team. Player Team. И как ее имя узнать? Name. Окей. Player Team Name. Теперь, когда мы подключаемся к любой команде. Так, сейчас давайте мы запустим с тремя игроками. Кто бы не подключался в команду в любую, мы будем видеть текущий список этих игроков. Так, это загружается у нас сервер. И сейчас три клиента загрузятся. Это сервер. Окошко сервера появилось. Так, и кстати, мы в окошко сервера должны будем смотреть. Потому что печать, печать будет в сервере выводиться. Так. Ребята, я, наверное, совершил ошибку. Сейчас посмотрим. Может, все нормально. Так. Ну, вот эта ошибка, понятно. Какая-то иконка не грузится. Это все ерунда. Это может быть отношение. Так. К сожалению, я не вижу меню у нашего сервера. Давайте перезапустим. Заодно узнаем, как это сделать. Так. Тест ПТР. Я все очистил. Смотрите, вот есть стрелочка вниз. Вот такая. Она показывает, делает так, чтобы меню всегда верхнее видно. Видно. Можно спрятать. Я спрятал, чтобы было больше видно экран. Ладно, придется его показать и опять запустить. Потому что без менюшки я кнопок сейчас горячих не помню. Как включать, выключать все. Я вот буду по старинке делать. Итак, еще раз запускается наша игра. И я напоминаю, что должно происходить. Я пользуюсь новой функцией, которую мы изучаем. Которая есть у каждой команды. Эта функция называется GetPlayers. Чтобы получить список игроков в той или иной команде. А помните, как получить всех игроков в нашей команде? Не в команде, а в игре. У нас есть служба Players. В ней тоже есть такая же функция. Называется GetPlayers. Мы можем получить список всех. Ладно, вот три у нас. Итак, один зашел. Так, так, так. Я был не прав. Можно было, значит, с менюшкой обойтись. Так, вот написано Player. Один член команды Greens. Окей. Теперь давайте вот этим игроком. Этот игрок в зомби зашел. Давайте опять его в Greens. Так, Player в зеленых. Потом так. Где у нас этот Player? Например, в другой Player тоже зайдем. Например, в красный. В красный зайдем. И мы видим, что у нас пишет Player1 в Greens, Player2 в Reds. Окей. А давайте теперь Player2 опять в Greens. Нам уже написали, что... Так. Нам написали, что... Player1 и Player2 в одной команде. Так. Отлично. Ну и осталось последнего. Тоже загнать в Greens и посмотреть. Зашли. Теперь идем в наш сервер и смотрим. Да, он показывает. Он напечатал сейчас три строчки. Player1, Player2, Player3 и все в Greens. Отлично. То, что нужно. Ну, считайте, что команды мы прошли. Ну, осталось разве что только напомнить, как становиться нейтральным. Это мы сейчас с вами и сделаем. Продолжая работу над ошибками. Так. Итак, это исправление, вы помните. А вот здесь я добавил строчки, которые печатают... Когда ты присоединяешься в какую-то команду, тебе напечатают, кто сейчас в ней находится. В том числе и тебя напечатают. И все это сейчас работало. Мы все это посмотрели. Давайте я закомментирую строчки. Ctrl-Shift-C. Выделенные строчки. Окей. Двигаемся теперь к другим ошибкам. Так. Так. Сейчас я обнаружил то, что если я погибаю, если игрок погибает, то он остается членом зеленой команды. А нам это не нужно. И видите, он опять появился на зеленом респауне. Мне это совершенно не нужно. Мне нужно, чтобы игрок опять появлялся там же, где все остальные нейтральные. Как это сделать? Во-первых, почему он становится опять после смерти? Почему он опять становится игроком зеленой команды? Потому что я умер вот на этой... На этом респаун локейшн. На спаун локейшн. Давайте я попробую урну рядышком. И посмотрим, что у нас произойдет с нашим персонажем. Так. Я все еще член красной команды. Ничего не произошло. И опять респавнулся на красном. Мне это не нравится. Я хочу, чтобы у нас... На следующем уроке мы должны делать балансировку игроков. Но чтобы это мы смогли делать, мне нужно, чтобы игрок стартовал как будто в первый раз. Не после респауна, а после начала игры. И становился нейтральным. Еще смотрите, какая ошибка нехорошая. У него белый костюм. А написано, что он в красных. Во-первых, уже что-то не так. Если мы хотим, чтобы он оставался в команде, мы должны, по крайней мере, ему... Либо покраску опять менять. В соответственной, с той командой, в которой он был. Но у меня задумка другая. Попроще. Давайте сделаем скрипт. Так, идем. Где у нас тут скрипт, который управлял командами? Teams Manager. Здесь ничего не изменилось с прошлым разом. По сравнению. Я единственное закомментировал вот эти вот печати. У нас, помните, выводилось в окошке. Кто-то стал зомби, кто-то присоединился к какой-то команде. У нас все это работает, нам это уже не интересно. Чтобы не заставлять окошко, я вот закомментировал. Это все нормально. Это все ничего не изменилось. Единственное, я раскомментировал сейчас, что вышел из команды. Нам это будет важно для отладки. Вот. Я добавил код, который, наверное, многие видели. Это стандартный код. В службе Players есть событие PlayerEdit. Когда игрок подключается к серверу, срабатывает это событие. И к этому событию мы с помощью коннекта присоединяем вот эту безымянную функцию. Вот она какая большая. Окей. Внутри этой безымянной функции мы подключаемся к событию уже игрока. Когда игрок подключается, он передается параметром ссылка на игрока. Вот в эту безымянную функцию или в любую функцию, которая срабатывает на событие PlayerEdit. Дальше мы используем событие нашего игрока CharacterEdit. Когда персонаж его, человечек, добавляется. И тоже с помощью коннекта мы вызываем вот эту вот функцию. Так, по-моему, вот так. Да. Так. И внутри уже функции добавления персонажа, которая называется CharacterEdit, она передает добавленного персонажа, загруженного, как параметр в следующую функцию. Видите, какая вложенность, как матрешка. Три раза вложились. А тут мы ждем. Можно было, кстати, больше написать. Потому что мы здесь уже в ходе, мы уже много раз ждали, чтобы игрок загружен, что его гуманоид загружен, что вот, видите, персонаж его загружен и так далее. У нас бы, скорее всего, хотя, нет, лучше так поберечься, лучше так и делать. Так. А здесь мы уже ждем, когда в персонаж человечка подгрузится гуманоид. Так. В гуманоиде есть событие. Дайд. Это когда ваш человек умирает, любой, или чтобы потом респавнуться, или при выходе из игры, иногда это срабатывает. Там есть некоторые нюансы. Но в любом случае, когда ваш человек, игрок умирает, любой, срабатывает вот это событие. И мы к нему коннектом подключаем последнюю матрешечную функцию. Вот она. Очень маленькая. И мы печатаем сейчас. Такой-то человек умер. Вот давайте посмотрим, печаталось у нас это или нет, чтобы не запускать. Уже это печаталось. Вот написано, что я умер. Кто-то вышел из игры, кто-то умер. И так далее. Вышел из игры. А, ну вышел из игры, это стандартная... Так, вышел из команды, извините. Так. Окей. Ну вышел из команды. Может случиться, когда я перехожу в другую команду. Так. Как сделать так? Вы помните, что когда я умирал, у меня здесь в лидерборде оставалась моя команда. А мне нужно человека выгнать из команды. Этого игрока, как я подошел. Это делается очень просто. Получаем ссылку на нашего игрока, и у него есть свойство. Нейтральный. Нейтральный он или нет? Когда он в какой-то команде состоит, у него здесь всегда ложь находится. В этом свойстве. Нейтрал. Фолст. Вот. И мы, если занесем сюда истину, то он сразу вылетит из всех команд. Он станет нейтральным. И появится в лидербордах еще одна команда, которая называется нейтральный. Так. Но помните. Это, кстати, последнее свойство, которое мы изучаем про команды. Когда он вылетел из команды, цвета его одежды остались. И свойство TeamColor тоже осталось тем же. Но, тем не менее, он не в команде. Хотя, может быть, выглядит как в команде. Если вам нужно его цвета изменить, просто добавьте сюда несколько строк. И раскрасьте его как хотите. Так. Ну все. Давайте теперь проверим. Я делаю игрока нейтральным, когда он умирает. И это еще не все. Еще же у нас есть ошибка. Ладно. Вот он стал красным. Давайте попробуем им умрем. Так. Да. Видно, что он вышел из команды. Умер. Нормально. Он сначала умер, а потом вышел из команды. Весело. Все классно работает. Давайте проверим вот так теперь. Стоим на красной. На красном Spawn Location. И давайте теперь, стоя на этом квадратике, попробуем умереть. Что произойдет? Учтите, в вашей игре такие ошибки сплошь и рядом могут случаться. Вы про это можете даже и не знать. Как вы видели, что во время смерти я остался в красной команде. Почему так происходит? А все очень просто. Почему первая ошибка, которую мы сегодня с вами разбирали, благодаря моему подписчику. Почему вот так сейчас происходит? Если вы пойдете читать документацию по команды на сайт Роблокса, вам там напишут огромными буквами. Пожалуйста, не пользуйтесь вот этим свойством. Так, так, так. Турец. И вот это вот свойство. Teams. Да, вот вкладка Teams. Вот этой штучкой не пользуйтесь, пожалуйста. Allow Team Change On Touch. Так что, позвольте вступить в команду на прикосновение с этой деталью. В играх это не надо использовать. Надо использовать скрипты. В какой-то простой игре может быть и сработает, но вы только что увидели, что с командами беда. Вот если ты умираешь на этой штуке, ну и в общем много чего может произойти плохого. Итак, я сделал копию моего респаун зеленого места. Вот он у меня здесь. Я его дымком таким, как бы сказать, пометил, что он правильный. И давайте мы на нем... Кстати, я сейчас давайте я иду... Вспомнил, что в списке команд у меня осталась одна команда неправильная с галочкой. Вот если кто-то этот плейс скачает, чтобы не было ошибки. Так, убрал. Окей. Идем на правильный респаун, в котором сразу листаем. Смотрим Team. Вкладку Team. Видите, галки нет. Значит, если игрок касается этого респауна, он не входит ни в какую команду. Все эти цвета респауна игнорируются. Так, но я еще назвал эту деталь Green to Green. Значит, в зеленой S большое. Это значит, скрипт я добавил. На это себе, чтобы не забыть. Так, Team. Давайте посмотрим скрипт. Скрипт очень простой. Конечно же, Untouch. Получаем в букву P ссылку на детальку. На вот эту нашу зеленую. Спаун локейшн. И стандартным способом функцию подключаем на Touch. С помощью коннекта. Нас интересует сама функция. Сейчас мы ее разберем. Так, ну я еще опять ссылку на службу Teams. И ссылку на службу Players. Игроки получил. Так, где я использую? Ага. Players я все-таки использую. Вот здесь в первой же строчке нашей функции. Я использую. Я вам на прошлом уроке подробно объяснил. Как получить игрока из вот той детальки, которая нас коснулась. Например, если коснулась левая рука или правая нога. Человечка. Как же получить игрока? Как коснуться? Вот мы пользуемся с помощью нашей службы Players. У нее есть такая функция. Через выточие пишем. Get Player From Character. И как мы персонажа нашего человека берем? Он обычно у нас родитель руки или ноги. Как бы рука или нога лежит в этом человеке. Так, вот значит у нас переменный плеер. Дальше. Обязательно нужно проверять. Если есть игрок. Если нас коснулся игрок. Потому что этой детальки может коснуться не игрок. А какая-нибудь плеер. Или что-то еще в этом роде. Дальше смотрим. Нейтральный ли наш игрок. Полная запись вот такая. Но так как мы пользуемся языком луа. То совершенно одинаково будет работать вот такая конструкция. Если здесь истина. Значит он ни в какой команде. Так. То мы смотрим есть у него гуманоид или нет. Ну подгружен он или нет. Может не подгружен он быть. Character у него обязательно есть. Потому что рука не может дотронуться до вас. Если у нее нет персонажа. Так. Ну просто на всякий случай. Я не помню. Можно эту строчку убрать. Ну не будем убирать. Проверяем если есть гуманоид. И тогда внутри гуманоида мы проверяем. А здоровье у человека есть. Вы знаете что у мертвого игрока. У него всегда здоровье равно нулю. Меньше нуля быть не может. Но может быть до max health. Мы как-нибудь до этого дойдем. Обычно по умолчанию здоровье от нуля до 100 единиц. Так. Ну и все. Если игрок у нас нейтральный. Если игрок есть. Если у него здоровье есть. То тогда мы этого игрока принимаем в нашу команду. Player.team присвоить t. А что у нас находится в t? А в t мы берем команду зеленых. Game teams. Wait for child. И просто ссылку на зеленый. Команду получаю. В принципе. Если бы мы были уверены. Что у нас все команды загружены. Мы могли бы написать так. Game.teams.greens. Лучше делать так. Как здесь. А еще можно в команду принять. Человечка нашего. Если поменять ему team color. То автоматически у него поменяется и команда. Лучше делать так. Я вам показываю. Тогда мы могли бы брать. Кстати цвет. Мы могли бы брать. Не команду вот здесь прописывать. Для каждого нашего спаунпоинта. А мы могли бы у парента. Значит. У нашей вот этой зеленой штучки. Да. Брать color. Вот. Приколор. Например. Или лучше даже так. Ну. Можно team color брать. И присваивать его. Вот сюда. В player. Team color. Так. Вот и все. И еще один нюанс. Эта штука срабатывает всего один раз. Смотрите. Давайте посмотрим. Если мы без скриптов пользуемся вот этими spawn locations. Мы можем неограниченное количество раз вступать во всякие команды. В этот team вступил. В этот team вступил. И давайте вот желтый. А теперь на нашу волшебную со скриптом пытаемся вступить. И нас никуда не приняли. Потому что она смотрит, что мы уже. Вот наш. Смотрите. Она здесь смотрит. Вот эта срочка не сработает. Мы уже не нейтральные. У нас вот это свойство у игрока не нейтральный. Здесь ложь. Мы уже в какой-то команде находимся. Ок. Давайте тогда попробуем сначала наступим на эту зеленую. Со скриптом. Spawn location. Нас примут нейтрального туда или нет? Приняли. И кстати, давайте я попробую теперь на этом spawn location. Помните, если я на любой другой умираю, то я остаюсь в команде. А я не должен оставаться в команде. Так, я убился. Кстати, если бы голова докатилась вот до этой штуки, то меня бы приняли в команду благодаря тому, что часть моего тела коснулась вот того-то. К сожалению, такой баг тоже есть. Так что имейте в виду, не размещайте так близко, как у меня. И вообще не используйте автоматическое присоединение к командам. Только скриптом. Как вы видели, что скрипт очень маленький. Я его еще может быть усложнен, но можно попроще сделать. Так. Все нормально. Я нейтральный. Я появился вот здесь, а не тут. Да. И когда вы не забывайте тоже убирать из свойств ваших этих spawn точек вот эту галочку. Я про это уже сказал. Так. Ну что у нас осталось? Ошибки мы все исправили. И осталось теперь заняться заражением игроков. По сюжету в игре можно будет заражать других игроков. Так. У меня тут три игрока. Давайте запустим сейчас трех игроков. И кто станет зомби, он сможет заражать других игроков своей зомби-болезнью. Зомби-ковидом. И помните, у меня задумано так, что если игрок нейтральный, то вы его не можете заразить. И он тоже никого не может заразить. Он должен просто вступить в какую-то команду еще. Так. У нас подгружаются три клиента для трех игроков. Еще раз хочу сказать спасибо тем, кто донаты шлет. Только благодаря вам эти уроки появляются. Так. Ну давайте сейчас всех трех игроков я в разные команды приму. Так. Давай ты идешь черный. Так. Ты идешь зеленый. Так. Ну а тебе осталось только зомби стать. Так. Я не понял, почему у нас тут улетел. А. Я не приклеил. Нормально. Так. Вот я коснулся случайно нашего игрока. И вот надпись. Ну это отладочная. Он стал зомби. Так. Вы видите, что в зомби у нас теперь два игрока. И давайте я теперь уже этим зараженным. Попробую, во-первых, толкну своего заразителя. Ну никто зомби не стал. Потому что мы уже были зомби. Давайте заразим вот этого. Просто коснемся. Все, он стал зомби. Отлично. Теперь осталось просто разобрать скриптик. Скрипт очень маленький. Разобрать-то разобрать. Так. Ну я вспомнил, что мне в этом скрипте понадобилась помощь. Мы локальный скрипт делали, как вы помните, да? Мне в этом скрипте понадобилась помощь серверных скриптов. Так. Давайте вернемся к нашим скриптам. Вот наш скрипт, который позволял нам раскрашивать наших игроков. В зависимости от того, в какой команде они находятся. Нет, вру, извините. Раскрашивает нас серверный скрипт. Так. А вот у нас есть скрипт, который срабатывает на прошлом уроке моего. Который срабатывает на столкновение игроков. Добавлено две вот этих строки. И добавлена вот эта строчка. Это я посылаю команду нашему серверному скрипту через ремонт-эвент. Что за ремонт-эвент? А это уже было в моих уроках. Давайте я его заново создам, этот ремонт-эвент. Находится он у нас. Я его создал не в скрипте, я его создал вручную, чтобы было понятно проще. Добавляем сюда с помощью плюса. Репликейтед сторож. Вот ремонт-эвент. И я его переименовал, как мне его нужно. Ренейм. Как-то. Вот видно, как он у меня назван. Change Class Remote Event. Это значит, измени класс. Ну, я решил, так как зомби все-таки это не совсем команда. Это скорее класс, если вы в ролевые игры играли. Что преврати кого-то в кого-то. Но этим событием, чтобы воспользоваться Remote Event, нам нужно к нему подключиться и из локального скрипта, вот он. Мы должны отправлять с помощью Fire команду в Remote Event. А в серверном скрипте мы должны ждать, что когда нам пришлют команду из локального скрипта. Вот так. Так, я сделал отдельный скрипт. Он очень маленький. Zombie Maker. Вообще, просто прелесть. Какой маленький скрипт. Так. Давайте разберем. Получаем ссылку на Replicated Storage. Где у нас вот этот Remote Event лежит. Видите? В переменной. Получаем ссылку на Change Class. Ну, я назвал CC. Чтобы не писать очень долго. В Replicated Storage ждем, пока там подгрузится вот это название. Events. Remote Event. Так. Теперь все. Мы не волнуемся. У нас уже есть CC. Через него мы можем с помощью вот этого события OnServerEvent. Это когда нам приходит на сервер. Это же серверный скрипт. Не локальный. Когда на сервер приходит команда из локального скрипта. Так. Когда происходит такое событие, мы присоединяем с помощью Connected вот эту функцию. А функцию давайте разберем. Во-первых, когда приходит любое событие, Remote Event, первым параметром всегда передают нам того игрока, который инициировал передачу. Так что тот, чей локальный скрипт был, который послал нам запрос, он не сможет спрятаться. Он всегда пришлет себя как ссылку. Это нам потом поможет ловить эксплойтеров и хакеров. Так что они не могут подменить посылающего простым способом. По крайней мере, я не знаю способ, как можно подменить. Что как будто не ты послал, а Вася. Тот игрок, который играет тоже на твоем плейсе. А вот эти параметры уже я сам придумал и запрограммировал в локальном скрипте. Мы сейчас к ним вернемся. Итак, по аналогии с тем локальным скриптом, помните, что первый плеер 1. Давайте я открою. Я сделал плеер 1. Это как бы ты, кто ты сейчас играешь. А плеер 2 это кого ты толкнул. Кто тебя толкнул. И вот это мы посылаем в наш Remote Event. Здесь точно так же, видите, Replicate Storage получил ссылку на CC, переменную так назвал наш Change Class. Все точно так же, как в том скрипте. И здесь мы через двоеточие запускаем функцию FireServer. Это мы шлем команду тому серверному скрипту. И мы ему передаем всего два параметра. Вот я вам про что и говорю. Мы передаем игрока, который нас тронул. И передаем ту команду, в которую мы хотим его превратить. А помните, вот это условие проверяет, что я сейчас нахожусь в команде зомби. Поэтому я и посылаю сюда. Можно здесь написать просто GameTeamsZombie. Я посылаю текущую команду. Можно либо вот это написать сюда, либо вот это. Конкретно для нашего случая зомби это без разницы. И вот в этом параметре тот, кого нужно превратить. Давайте теперь опять вернемся в тот скрипт ZombieMaker. Плеер 1 это кто нам шлют. Нам он не важно. Мы просто печатаем на экран, что заразный Вася. А его жертва Петя, например. Вот в Player2 мы передали, вторым параметром точнее нам передали того, кого нужно заразить. Как вы помните, что параметры могут называться как угодно. Например, вот так. Здесь P2. Главное порядок параметров оставлять. Вот который должен быть. Так. Ну и во что его превратить? Дальше. Простая проверка. Передали ли нам игрока, которого нужно заразить. Передали ли нам в параметре команду, в которую нужно его занести. И проверить. А он не зомби ли часом? Проверяем. У второго игрока он сейчас состоит в команде зомби. Если текущая команда того игрока, которого мы хотим заразить не равна той команды, в которую мы его хотим занести в зомби в данном случае. Вот тогда простое действие. В команду игрока, заносим ту команду, которую мы ему послали. Что здесь хорошего? Что здесь хорошего? Здесь не надо никакой debounce делать. Потому что второй раз функция уже не сработает. Почему? Потому что у игрока уже будет точно такая же команда, в которой мы хотим его заразить. Понятно. Благодаря вот этому условию составному, вот этой части, вот эта строчка второй раз уже при столкновении. Даже если пришлет команда зарази его, зарази, он уже не заразится. Но пока эта функция простая, а попозже мы в нее скорее всего добавим еще, во-первых, столкновение игроков с зомби. Мы должны у них отнимать будем здоровье и так далее. Пока предлагаю вместо домашки в комментариях придумать правила нашей игры. Смотрите. У нас есть четыре команды. Они будут соревноваться друг с другом, а в принципе игроки будут соревноваться еще и вместе против зомби. Нам нужно придумать какое-то четкое, интересное количество наград, чтобы можно, когда тебя в зомби превратили, чтобы ты мог тоже заработать хорошо. И когда ты в командах охотишься, соревноваться с другими игроками. И помните, что если вас убили, у вас только один шанс. Вы после смерти, вы только сохраняете набранное количество очков. А все остальное опять с нуля. И потом мы сделаем запись таблицы рекордов с помощью дата-стора. Так что это у нас потихонечку будет идти в сторону настоящей игры. Ну все. На этом все. Вопросы задавайте в комментариях, подписывайтесь, колокольчики и так далее.